баня учит она снова поставил машину прямо в притык подъезда ну не жалко лакокрасочное покрытие может хоть 300 раз ставить просто если первый раз и кто-то там ключиком или чем-то сделал дали там гвоздиком каким-то то второй раз могут и стеклышко не знаю так не стал ставить я бы сразу я бы так тоже не поставил так ну что короче говоря едем с вами сейчас в автополе но я говорю сразу я не питаю никаких иллюзий я понимаю прекрасно что меня сейчас там будут накручивать на всякие кредиты шмидиты карточки я просто конечно посмотрел у них на сайте написано что можно купить за наличный расчет за наличный но с учетом того сколько я им предложил вряд ли они ничего нибудь заставить какие-нибудь допы взять еще чего-нибудь короче ладно съездим благо это в кудрово съездим просто посмотрим что они нам скажут сейчас будет поворачивать один в один как у нас было 99 года цвет назывался какая-то ночь какая-то какая-то короче ночь и прямо от газели 1 1 посмотрите скажу какому но она крашеная уже правду на музыке она держится сейчас я вам покажу вон смотрите едет сейчас покажу о дедушка на ней за рулем прикиньте как папа мой прям у нас точно такая же была какая троечка ух ты прикольно на 78 номера а вон москвич стоит 40 брошка блин вот я не понимаю людей так вот машины бросают но продали бы кому-нибудь хотя бы ну что лучше в нем от хлам хранить так бы продали может быть кто-то бы восстановил бы ездил что-то тут брошек очень много всяких тиродактиль это и века по моему блин каких тут только этих нет машин а это дело делает не века а вот смотрите какой крас стоит хрена себе тоже брошка откуда здесь крас взялся я не знаю на таких колесах прикиньте да сейчас на красе на таком ездить представить сколько надо бензо там бензо или соляра чё там на нем да не неважно в любом случае жрет до хренищ вот ладно идем там короче можно было на автобусе до миги доехать но от меня потом идти а мы сейчас здесь построители прям прямиком туда обе стороны тут еще поезда какие-то ходят блин как я я ненавижу самокатчиков просто едет час вот такая вот это не дорога это не пойми чё песчаная какая-то хрень короче наушников на самокате на арендованном несется там не пройти там не пройти он несется засранец прямо чуть не шип сзади идет пожилая пара они вынуждены были остановиться расступиться в сторону чтобы это скотина проскочила дошло бы ты нахрен он иди проезжая часть еще что-то там не есть правильно машин боишься а вот тут что стоянка хоть вот туда дальше вот там вот здесь автобусные это какой-то вокзал обещают и там гаражи уже идет снос кстати надо будет на обратном пути подтипе смотреть здесь вроде как охраны есть здесь как бы особо так то на территорию ты не попадешь рекорд авто какой-то тут открыли тут вот тоже кстати гаражи у соседки здесь гараж их хотели это тоже как бы но эта территория не перешла как всеволожскому она осталась питерская жалко она осталась питерской соответственно они пока здесь стоят вот отсюда уже начинается всеволожская ну это всеволожский район кудрово это всеволожский район вот я все иду смотрю вот и не представляю как же такой такой маленький период времени отстроили такой город раньше одни дома строили там к один дом 6 лет строили а здесь за несколько тут с какого года это кудрово да с 2000 7 может или 10 даже я помню что я в такси когда работал они еще только на ну где-то 10 может позже и в среде такую бандуру отгрохали это же трешом сказать заправка на котором уже подорожала 51 50 уже кириши вот эти я вот здесь заправлялся все все 51 50 уже не выгодно блин все дорожать как я не понимаю баррель нефти падает от бензин все равно дорожает пары нефти повышается бензин дорожает что-то там еще там падает сером бензин никогда не дешевеет обещали же что не будет бензин дорожать нет крынти это соляр еще дороже так вот я говорю я не понимаю как можно было отгрохать все это за такой период количества времени быстро все хопа 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 это настрой он из брошенных вода он ки рисуночки я сюда кстати приезжал что-то забирал здесь а я забирал с какой-то штукой столешнице и вес его туда во все волосы но он не брошенный чуть просто стоит все сейчас так перейдем дорогу и попрямую велосипедная пешеходная перед ней едет велосипедист и едет по пешеходной дорожке я специально не скажу я специальный был ну и думаю навстречу показываю чувак где ты едешь вот они сами возмущаются что люди ходят вот этот ведь правильно едет по велосипедной а это пешеход свалил взять у меня вчера так я приехал меня так болело плечо она как в автобусе начала болеть я приехал ужас я уже и так и сяк и никак взял у нас дома лежал этот крем не буду говорить какой в желтой упаковке который намазал я им толку никакого вообще даже даже у меня плечо вообще даже ничего не я ничего не почувствовал вот и выпил этот самый обезболивающее и как все у меня вроде стало легче 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 я уснул а то так больно было сейчас еще немножко побаливать но не так уже хотя бы а вчера прям невозможно было блин я не думаю господи мне еще только 36 лет у меня все болит а что в старости будет сейчас молодежь все больная говорят кстати домики мне напоминали раньше нокия такая была раскладушка ну не раскладушка такая как слайдер сфинкс эти были египетские что-то типа ну вот это мега вон а мы дальше найдем то есть вот там надо дойти до чанган авто повернуть из-за чанган авто называется автополе про ну я еще раз говорю я не питаю иллюзий прям вот я не уже и друг сказал ты особо-то не это и смотри там ничего не это не подписывай я про я не собираюсь мне ну зачем надо и если за наличку за наличку нет до свидания плюс еще у меня есть вопросы к этому автомобилю между прочим я посмотрел вчера фотки а там сзади в багажнике там прям что-то делалось там прям цвет отличается что нам все взад получала хорошо может тотал например а если машина из-под тотала на хрена мне нужно жизни нельзя может быть пройдем из-за этого есть проход нет потому что тут можно пройти а там уже иди куда хочешь он китайц знает это джак какой-то типа москвича вот на базе этого носа то есть ли за москвич он еще какие-то новые джаки что ли так вот выпускали они джаки пускай бы не выпускали бы джеки чё надо было под москвич переделать посмотреть он остался в базе или нет они такого там написали там следы кустарной сварки они доделать для того чтобы ценник снизить а потом по дороге продать нет но это был там ночью с папу сюда ездили это было не помню какой год он это автополе про посмотрим зайдем хотя бы ее бы визуально осмотреть а это хендай промисис они дели промис как-то так называется а здесь пройдем ой а че тут у них какой-то этот маленький а где в них машина как всегда сейчас кажутся знаете у нас машина она там где-нибудь вы знаете ее надо везти ну мы можем конечно но надо предопадывать или привезем тебе какое-нибудь непонятно что ой 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 а он и битый он и тут и битый и вареный и крашеный еще неизвестно что там сзади о а у нее еще и дверь то нормально не закрывается не ну какие 530 ребята вы чё с дуба рухнули ну а она и здесь вон получала она взад получала по-любому а внутри чё не ну слушайте если за 350 но это надо еще посмотреть это надо еще двери как она дверь почему так не закрывается она просто открытой или это геометрия такая по капоту ну по капоту вроде хотя нет он тоже фара бляха тут надо толщик брать тут надо толщик брать посмотреть потому что а я что-то вижу там внутри то все ржавое такое надо открывать смотреть не на 530 ребята вы что-то по моему перепутали ладно сейчас зайдем узнаем ну да у меня есть к ней ребят претензии вот эта сторона вообще шваховая такое впечатление что но здесь удар был и просто-напросто то ли вообще ничего не делали то ли из кусочков варили это надо двери открывать смотреть вот значит ой по задней части эта дверь закрыта она больше не закрывается значит геометрия пошла потому что видимо был куда-то взад удар фонари задние судя по всему мнение потому что ну видимо она нехило получала номеров нет повин номеру надо посмотреть вина нет здесь соответственно такая же история снизу вот видите ну и как бы я не знаю я сейчас у друга конечно спрошу но ребят 530 это от мало того еще короче говоря у нее фары одна мутная там что-то внутри жалая надо открывать смотреть но нет не знаю нет если она по технике нормальная ну 350 да так вроде более-менее но к этой части у меня есть претензии ну грубо говоря отработать и за столько же ее продать грубо говоря но не знаю ребята 530 это очень дорого надо думать понятно короче говоря я так понимаю не будете да вы ничего тут это самое просто вчера тогда бы сразу сказали что нет типа торга нет все и а то вписать приезжайте поговорим 420 тысяч 420 да хорошо от можно тогда как-то ее посмотреть чтобы там внутри вот что там касты да вот прям тупо просто недавно я просто недавно с меня сетраем был продал недавно пути-здорова вот и в общем говоря я понял что я понял что это не связывается больше не хочу услышать всем поэтому решил полагать Смотри, что есть. А, она открыта. Что там есть, на слушании? А я не знаю. Не, вкусно. Тут еще какая-то вон эта болтается. Ой, что-то отвалилось. А, это метка-метка. А-а-а. Заводится, едет. Золотой человек, вы не смотрите на внешний вид. Вы знаете, какую я воду? Ну, это понятно, что она. Ну, по кругу вроде бы. Мне самое интересное, вот заднее. Что там было? Покажите, пошли. О-о-о-о. Это да. Это прямо... А что перевозят, то и возим. Яндекс. Грузовой. Грузовичков. Не, ну она получала. Вон она тут прям все, вот это вот прям все сварено. То ли сварено, то ли наварено. Она взад получала нехило. Между прочим. Ну, это понятно, что она ездить будет. Она в любом состоянии будет ездить. Она даже... А почему вот у нее... Как она закрывается? Вот тут. Вот она, видите, даже дверь не до конца закрывается. Вот зазор какой. Трещина. Она такого не бывает. Не, у меня просто у друга Ларгус, и там такого зазора нет. Ну так, вроде двери вроде... Ой, она даже не открывается дверь-то. Она даже не открывается. Там что-то заедает. Она потому что ниже, чем эта. Вот она, видите, она. Потому что она ниже стоит. Дверь сидит ниже, чем она должна быть. Поэтому она не заедает. Посмотрите, вот у нее ручка вот. Она вниз просто. Она вверх сейчас, смотрите. Вот она легко открывается. Да, очень легко. Вы не можете ее открыть. Не, ну, есть. Я говорю, вот это самое. Есть тут проблемы. Ладно, я просто, чтобы мне понимать-то. Просто цена подарок будет, я сейчас согласую. Цена подарок была бы, если машина была хорошая. А когда она кое-как сварена, это уже не подарок. Тут уже, вон тут, посмотрите, что. Я не знаю, она вот... Она как будто... Не знаю, надо, короче, я проконсультирую сейчас с товарищем. Может быть, даже с ним подъеду, он своим глазом посмотрит. Но потому что у меня есть претензии. Не, ну так ладно. Потому что даже цвет, смотрите. Там один цвет, а здесь совершенно другой. То есть такое впечатление, что она вообще... Можно здесь перевозить что-то, вам зачем вы продаете, короче. А если я потом машину продавать буду, я что скажу? За 400 тысяч она у нас уйдет, точно так же. Молодой человек. Мы узкие. Не обманывай ту дружбу. Поездите на низу. Потом приедут ребята-специалисты и скажут, дружочек, в каком гараже ты ее варил? Вот в чем дело-то, понимаете? Я понимаю, ваша основная задача ее быстрее продать, чтобы она у вас тут не висела. Я понимаю, да. Ладно, хорошо, я тогда буду думать. Сколько вы там, 420 сказали? Ладно, все, спасибо. Сейчас, давайте. Вон китайцы что лепят. Это черри, по-моему, да? Два мульта стоит. Не два, два 700 она, по-моему. Под такси. Я тут смотрел одного блогера. Он под такси взял такую себе. Опа! А что это такое? Вот это что такое? А, чем-то намазано. Я думал, это уже ржа пошла. Но иногда бывает такое, что китайцы ржавеют стоя. Да. Солярис. А, ну это вот, это я так понимаю, от их этой фирмы и есть машина. Так, ну что, ребята. Вышел я из этого авто салона. И это просто трэш. Я человек, который в машинах разбирается шапошно. И то вижу, что машина швах полный. Полный швах. Она получала взад и причем нехило. И самое интересное, что менеджер, который мне эту машину показывал, он либо дурачок, либо прикидывается. Потому что, ну так нереально. Я ему объясняю. Я говорю, товарищ, у вас машина вареная. Она после серьезного ДТП. Она получала взад. И нехило. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну видишь, что у тебя задняя часть такого цвета, а передняя часть такого цвета. Я говорю, цвет отличается. Я говорю, плюс тут навары, железо. Он говорит, ну а вам-то какая разница? Вам же грузы возить. Я говорю, в смысле? Какая разница? Мы вам скидку делаем. Короче, они мне сделали скидку в 419 тысяч. То есть за 420 они мне ее готовы отдать. Типа, мы вам за 420 ее отдадим. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, вы мне делаете, значит, в 119 тысяч вы мне делаете скидку. Я говорю, ну вы же должны понимать, что у вас машина битая, причем очень сильная. Я говорю, она получает. Там такое впечатление, что она вообще вот просто ее как будто как КамАЗом сшибанула. И они потом вот эту заднюю часть настафили, выравнивали. Так получается. Он мне говорит, ну какая, мол, типа разница? Вам же грузы возить все равно. Вы ее за 420 купите, а потом за 400 продадите. Я говорю, я в таком состоянии за 400 никому не продам. Потому что придут люди и скажут, такую машину продавать вообще нельзя. Она не пройдет ни один техосмотр. Потому что у нее реально... Там столько шпаклей на крыльях. И самое интересное, что номера нету, и проверить по ВИН-номеру я не могу. А ВИН-номер он сказал, документы будут только тогда, когда вы согласитесь ее купить. Я говорю, я понимаю, что ваша основная задача ее продать быстрее. Ну, мы вам 119 тысяч скидку делаем, это подарок. Я говорю, подарок для кого? Для вас, то, что вы избавляетесь от хлама. А я должен это покупать. Она ездит, все заводится. Я говорю, я понимаю, что она ездит, что она заводится. Но я потом со временем, если я на ней поезжу год-два, это все вот кустарный, вот эта кустарная сварка, она потом начнет предъявлять. Понимаете? Начнет, полезет ржавчина. Она начнет там гнить, что-то начнет отваливаться. Плюс спереди видно, там какая-то метка у них стоит, она уже отваливается. В общем, по каким-то пластиковым деталям там уже все отваливается. Нет, я думаю, что, ребят, я даже связываться с этим не буду. Я думаю, что я даже связываться с этим не буду. Пускай даже, хоть даже бы, если бы они мне за 350 ее отдавали, я бы не взял. Нет. 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 Смотрите, какая чушь. Тут два шлагбаума есть, а в середине нет. Заезжай, не хочу. Бред какой-то вообще. Зачем надо тогда? А, он просто сломался. Так, ну что, ребята. В общем, короче говоря, я понимаю, что... А, вон какой-то Ливан. Автосалон Ливан. Можно было, конечно, зайти, но с другой стороны, нахрен надо. Там народу никого нет. В основном, я заметил, люди покупают... Ну, вернее, люди выбирают что-то из БУ. Потому что на новые у людей денег нету. Но за БУ тоже заламывают сумасшедшие цены. И мало того, еще эти машины не все хорошие. Вон, сейчас выгнали Аудюху. А там сзади такой идет дым. Что там просто пипец. Там, видимо, маслосъемы или что? Он на самокате несется. Аж пылище. Короче говоря, нет. Ну и что в итоге я вам хочу сказать, друзья мои? А брать-то и нечего. Экземпляров никаких, ребята, нету. От слова совсем. Даже за 400, там, за 500 продают откровенный хлам. Смотрите, какие стропила, обрешетка. Сайтингом сделано. На каких-то этих, прикиньте, железяках. Как это на таких железяках держится? Ничего себе. Вот. Так что вот как-то так ладно. Все, сейчас пойду до Миги дойду. Я хочу в туалет зайти. Может, в Ашан зайду, что-нибудь посмотрю там. Ну, мне, в принципе, особо ничего не надо. Я так просто прогуляюсь. А потом на автобусе доеду там. Ну, да. Чтоб пешком не идти, короче говоря. Все. Вот мне интересно. А я опять иду в какие-то дебри. Я здесь пройти могу. Мне надо там как-то наискошные домики. А смотрите, из чего домики сделаны. И сплит ОСБ. А стоят, как космический корабль. Вот дом обычный, сделан из ОСБ. А сверху его просто вот декоративной хренью этой самой. Блин, чувак этот на самокате на арендованном задолбал уже тут петли свои. То есть, по факту просто слеплен из ОСБ. И сверху вот такая это самое делана пленка. Кстати, а зачем я снимаю на телефон, если у меня есть камера? Вот лошара-то. Ну, да ладно. В крен с ним. Вот. Так что вот как-то так. Ладно, сейчас мне самое главное выйти отсюда. А то я иду где-то непонятно где. Стори. А, строй СП. Вон бытовка тоже продается, наверное. Шваховых денег стоит за кусок. Она хоть металлическая. Не, ну бытовка. А, ну это обычный вот вагончик. А там, а нет, там, наверное, просто менеджеры сидят. Это менеджерская там, для менеджеров. Вон бани-бочки. Кстати. Ну, нам туда, в ту сторону сейчас не перейти. Посмотреть, сколько это баня. А я смотрел тогда баня-бочка, сколько стоит. У меня тоже, блин. Сколько она продержится. Блин, а что-то мы куда-то идем, идем. А мы там выйдем хоть, нет? Ну, вроде вон обе виднеется. Вон бани-бочки какие. Красивые, конечно, но... Вот это вот то, что металлическое, вот это как эти... А, как они называются, хомуты, да, получается, металлические. Вот эти. Они потом со временем погниют, поржавеют. Так, а как нам выйти-то отсюда? Там есть выход какой-то где-то, нет? Или мы не выйдем оттуда? Что-то я... А, можно, кстати... Можно пройти вот здесь. Посмотреть. О, сейчас мы здесь пройдем. Там ценник, наверное, есть. Я хочу посмотреть, сколько стоит эта баня-бочка. Есть ценник? Нет? Ой, мама дорогая, япона, мать. Куда я влез? Божечки. О! Ой, как пахнет хорошо древесиной. Как пахнет хорошо древесиной. А я не знаю, там, вон, тоже какой-то домик закрыт. А, ну, тут можно посмотреть, да? А, вон, ценники есть. Матерь Божья! 427 тысяч рублей. Вот за эту. М-да, 305. 305. 496. Матерь Божья! Не, ну, это все, конечно, красиво, но у меня другой вопрос. Сколько оно по времени продержится? Понимаете? Если оно продержится хотя бы лет 10, то дай бог. Ну, понятно, что менеджер. Сам не туда нажал. Понятно, что сейчас менеджеры скажут, что, извините. О, праворукая. Так, ну что, посмотрим, что тут есть. Дома на века. Видите, как называется? Дома на века. Ну, дом из дерева, он не может быть автоматически на века, потому что в какой-нибудь момент он все равно сгниет. Другой вопрос. Со сколько? Строй дом комфорт. А ценники-то на них есть? А что там написано? Выставка загородных домов. А, тут разные, короче, я так понимаю, эти фирмы строят. Вот, Нью Гарден. Но я уже отсюда вижу, как он сделан ужасно просто. Я не знаю, это как можно... По-моему, все это потом со временем начнет гнить. Вон еще банят уже бочка. Сколько, интересно, у них гарантии? Ну, то, что они дают гарантию, это одно. А сколько она реально простоит, это другое. Ну, там такая стояла за 450, но это слишком, я считаю. Вон тоже экспо-дом. Размер 8х8, маленький снаружи, большой внутри. О, нифига себе. Здесь можно заказать мобильную баню и садовый дом. А что, можно вовнутрь зайти, что ли? Не, ну, вовнутрь я не пойду. Там какие-нибудь менеджеры сидят. А вот это что такое, интересно? Что-то желтое такое, как плесень, что ли, уже или что такое? Не знаю, он тоже такой. А вот ценник, наверное, есть? Ценник есть? 3 миллиона 356 тысяч рублей. Вот это стоит. 3 миллиона 356 тысяч. Дом, который сделан просто из этой самой вагонки и этого самого, ой, как они, сайдинга. Здесь самое дорогое, это крыша. А все остальное, бляха-муха. Я вот не смотрел. А это что? Мобильная баня тоже. 350. Смотрите, уже все, это отфигаривается. И дверь. А дверь, видели, какая? Самая дешевая дверь, Дерибасовская. Смотрите. Жесть вообще. Я во всем обращаться напротив доме номер 6. Я в шоке вообще. Как можно такое? Что здесь 305 тысяч стоит? Дверь вот эта стоит 5000 рублей от силы. Вот это все со временем. Оно уже, посмотрите, трескается. Как не стыдно такое продавать вообще, я не понимаю. Откуда они такие цены будут? Я, конечно, понимаю, что у нас в России древесины полно. Фундамент топорно-блочный, основание одинарное, строганный брус. Да, да, да. Везде какая-то. Вот это 3 мульта. Вот это 3 миллиона 3 350. Вот он с сайтингом отделан. А что внутри там, неизвестно. Если, не дай бог, хоть будет хоть одна какая-то дощечка сырая, там пойдет плесень, и пойдет плесень по всему дому. Вот это тоже. Ну, что это такое? Не знаю. Мне как-то что-то не... Ну, какие-то дизайны. Все это отваливается уже. Все какое-то... Ну, знаете... Не знаю я. Когда у стихии нет шансов. Ну, да. Бочки. Это что? Ангарский дом. А, типа, тут внутри можно зайти посмотреть, что... А, там менеджер сидит. Я говорю, что ну это нафиг. Не, ну, понятно, что основная задача людям это продать. Не, ну, сейчас кто-то скажет, ты дурачок, это все круто, это все здорово, это прям сделано хорошо. Ну, может быть, я не спорю, но мне кажется, что нет. Гриль-Ландия. Вот. Искать теплый уют. О! Вот это уже мне более-менее нравится. Вот это вот. Во! Вот это уже... Ну, тоже срубы из Карелии. А посмотрите, как оно пошло. Видите, какой в трещинах все. Сколько он стоит? Тут не написано. Срубы из Карелии. А, вот. Три на... А, ну это вот сколько стоит? А сколько это стоит-то? 352 тысячи, что ли? Или что? Или я что-то не тот. Три... Ну... 322 тысячи. То есть вот такой дом стоит 322 тысячи? А что так недорого-то? 550, 850, 18 миллионов, 800... Ну, это большие. 13 миллионов, 18... А это вот, смотрите, 352 тысячи. Ну, это по факту получается... Получается вот такой дом. Ну, так вот. Лучше купить вот такой за 350 и потом его апгрейдить, чем вот покупать вот это за три мульта. Я, правда, не знаю, что там внутри. Ну, там, наверное, как всегда какие-нибудь менеджеры сидят. Ладно. Тут, короче, я так понял, в каждом доме своя фирма, и там сидят менеджеры эти. Да. До встречи. Материнский капитал. О-о-о, Василек. Василек, что-то знакомое. А, Василек, это же этот... Блогеры рекламируют одежду. Любимый Василек называется. Это дома такие же. Просто из обычной деревяшки сделаны. Видите? Обычная деревяшка. Да. Ну, не знаю, что-то как-то с виду мне казалось это все красивше. Мне понравилось только вот этот из бруса. И по цене, и он, и по этому. 69 600. Это что такое? От. А что? А, от. Квадратный метр, что ли, или что? А, это канализация делают. Блин, а как нам теперь выйти-то отсюда? Печка. О, какой. Красивый. Кирпичный. Вот это, да. Вот это уже кирпичный дом красивый. Красота какая. Дома из СИП-панелей. Что такое СИП-панели? Я не знаю. О. Мир домов. Я бы не хотел жить, где в мире одни дома. Как помните, Михаил Николаевич Задорн в Царственной Небесной. Он речек какая-то говнотечкой. Как Михаил Николаевич Задорн говорил, мир вытяжек, мир дверей. Я бы не хотел жить в мире вытяжек или в мире дверей. Вот я так же бы не хотел жить в мире домов. Представьте, мир, где одни дома. Вот, ну, вот считайте, да. Вот я один, и больше никого нет. И я иду, и тут мир домов. И здесь кругом одни дома. Название, конечно, конечно, мир домов. Я не хочу жить в мире, где одни дома. О, какой. Гномик. Без котла. Каркасные дома. Без котла. А какое отношение имеет название без котла в каркасные дома? Ну, и, в принципе, все. Ладно, сейчас будем отсюда выходить. Пойдем туда, в сторону Меги. Дальше уже не пойду. Прикольно, что. Вот этот дом тоже прикольный, но он стоит. Как знаете, это Мэри Поппинс. Во, похоже. Субтитры сделал DimaTorzok